Субтитры делал DimaTorzok 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 Что? Ребят, вы это слышали? Минуточку. Погодите, что там происходит на улице? Это не жители? Кто это такие? На счет три, я стреляю в тебя, потому что в тюрягу я говорю, я не вернусь. Что? Почему там какой-то стоит чувак с пушкой в маске? И что вообще происходит, черт возьми? Погодите! А это кто? Стоп, это полицейский? Не совершай глупости, бандит, не стреляй в меня. Уже слишком поздно, я уже нацелился на тебя. Чё? Он хочет прямо сейчас зазывались полицейского? Чё? Ребята, чё мне делать? Я не знаю. Прощай. Нееет! Ай, ё-моё! Ай, ё-моё! Ты ещё кто такой? А ну получай! Эээ, патроны! А? Чё? У тебя кончились патроны? А ну получай, бандюган! Эээ, ну не смей меня трогать! А ну получай! Опа, отлично! Я его замочил! Эй, полицейский, с тобой всё нормально? Эээ, да-да-да, спасибо, что меня оттолкнул. Ты-то сам как, цел? Давай, полицейский, поднимайся, поднимайся! Хо, капец! Я даже не ожидал, что мне когда-либо пригодится моя алмазная бронька, действительно. Но, ребята, как вы видите, сегодня она спасла мне жизнь. Ё-моё, ё-нец, ты целый как? Давай я скорую тебя вызову. Не-не-не, со мной всё нормально. Он меня выстрелил, пуля отрикошетила прямо в этот алмазный нагрудник. Он спас мне жизнь. Господи, как же я тебе благодарен. Спасибо большое, незнакомец. Если бы не ты, он бы меня просто грохнул, просто грохнул этот бандит. А как вообще так оказалось, что вы здесь оказались с бандитом, и я ещё не спал? Я обычно ночью дрыхну, как не знаю кто, как хомяк или как кто, но, блин, а сегодня чё-то не спалось. Господи, это я обычно называю счастливое с течением обстоятельств. Да, в общем-то, это особо опасный бандит, который ограбил банк. Я за ним гнался, 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 почти его поймал, а он оказался вооружён, чуть не прибил меня. Благо ты выскочил и спас меня от бандита. От бандита спасать это я и умею, да, как говорится. Офигеть. Так, ладно, я срочно должен всему экипажу передать эту новость, срочно. А ты иди отсыпайся. Я не знаю, как я после такого усну. Поверь мне, завтра я тебя навещу. Давай, удачи, спасибо тебе огромное, но мне срочно нужно бежать. О, ладно, до свидания. Ребят, чё это было? Я чё-то сейчас анекдоты не понял. То есть, стоп, я вообще сплю или не сплю? Я только что спас полицейского от бандита? Ребята, серьёзно? Тут, о, ладно, это было максимально странно. Знаете, вот чё-то, о, после такого мне захотелось поспать. Если я усну, конечно, после такого. Ладно, хорошо, всё складываем в сундук. Ё-моё, чё сейчас произошло? Капец. Ё-моё, чё, утро уже наступило, что ли? Ну-ка посмотрим. И, о, да, на улице утро, ребята. Всем привет, меня зовут Компот, и я только что проснулся. Сколько у нас там на часах времени? Я чё-то не понимаю. Погодите. А, на часах у нас, о, 9 утра. Нормально, я так поспал. Учитывая то, что я ночью, ребятки, не мог никак уснуть. Капец. Блин, такое странное, кстати, у меня ощущение, чё-то я этой ночью так себе спал. У меня какой-то сон такой странный снился про полицейского и бандита. Если честно, у меня чё-то всё тело немножечко болит, как будто я там, не знаю, воу-воу-воу, акробатические трюки выполнял и... А, чё? Откройте, полиция. Чё? Какая полиция? Я чё, ребят, ночью магазин, что ли, грабанул? Я не понял. Откройте, полиция. Чё-чё за фигня происходит? Я не понял. Ну-ка, ладно, сейчас откроем. За-за-за-здрасте. Это вы. Я? И что? Итак, ура, специально для Компота. Ура! Ура! А, ура мне? А, а за что? Как это за что? Роман Компот. Точнее, как вас там на канале? Да, Компот, мы уже знаем про вас всю информацию. Вы этой ночью спасли меня от бандита. Погодите, стоп. Серьёзно? Я, я спас полицейского от бандита? Я думал, мне сон это приснился. Ох, если бы вам сон, конечно, приснился. Офигеть, стоп. То есть вы хотите сказать, я реально ночью вышел в алмазном нагруднике, заслонил с собой вас от пули и спас? Да, именно так. Из-за этого вы получаете грамоту героя. О, нифига себе, спасибо большое. А можно ещё моим подписчикам? Конечно, даже нужно. Вот, держите вторую для вас и для ваших подписчиков. О, офигеть, конечно, вы... Я так понимаю. О-о-о, а это что ещё такое? Смотрите, ребята, ура, компо... Компоту тут написано. Да, ребята, реально, зацените. Ура, компоту. Ха-ха. Офигеть, полицейские, спасибо большое. Мне очень приятно за сюрпризы. Капец, как вас тут много приехало. Столько машин. Это ещё не всё, Роман Компот. Вы сделали большее. Вы спасли ведь жизнь мне. Мне, полицейскому, защитив меня от бандита с собой. Это очень благородный поступок, а не каждый на такое способен. Да, но в тот момент мне помогла лишь моя алмазная броня. Если бы не она, я бы не знал, что я делал. Да и то, что я не спал, мне повезло. Да, мы всем батальоном вам очень благодарны и хотим подарить вам подарки от полицейских. Воу, нифига себе. Это что, полицейский сундук? Да-да-да, это полицейский сундук с полицейскими вещами. Я хочу вам подарить знак благодарности за то, что вы спасли мне жизнь. Да ё-моё, я не знаю, это реально как-то случайно получилось. Как-то я спас вас от бандита, я не знаю, что сказать, а это просто круто. Огромное вам спасибо, мы назовём в вашу честь и в честь ваших подписчиков новый полицейский участок. О, спасибо, спасибо, не стоит, не стоит, господа полицейские. Ох, если серьёзно, я вам так благодарен. Ну ещё раз вам спасибо, а мы побежали, ведь преступность не дремлет. Да, понимаю, понимаю. Давайте, так сказать, сторожите порядок. Ещё раз вам спасибо, ура для компота. Ура! Офигеть, ребята. Капец, вот что ни день, то приключение у меня на канале. Представляете, мы реально спасли полицейского от бандита, и меня наградили вот такой вот грамотой, а также и вас наградили, ребят, тоже грамотой. Также они мне написали надпись, ура, компот, приехали, поздравить меня всем полицейским участком, хотя, думаю, тут даже было больше полицейских, чем в участке. И подарили мне какой-то полицейский сундук. Ну чё, ребята, давайте заценим, чё лежит внутри. Раз, два, три. Офигеть, ребята. Тут реально предметы, которые есть у полицейских, и я уже вижу несколько. Во-первых, это вот такая вот броня спецназа. Офигеть, ребята, я срочно качу её, примерить. Капец, мне тяжело ходить, вы даже себе не представляете. Но, я так понимаю, она намного мощнее моего алмазного нагрудника, и в ней бы я точно отбил нападение этого бандита, ребят. Ну ладно, я не хочу об этом вспоминать, ребятки, давайте лучше пойдём дальше. Что тут ещё? И отдельным вниманием, конечно, заслуживают, ребятки, пушки, смотрите. О, именно вот такой вот, ребятки, был как раз-таки у бандита. Представляете, он вот так вот стоял прямо напротив полицейского. Но, ребятки, мы вовремя с вами подоспели. Ещё есть вот такой автомат, и ё-моё, нифига у него отдача. Тихо, 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 не-не-не-не-не-не-не. Тут я этим заниматься не буду. Ну а если вдруг настанет зомби-апокалипсис в Майнкрафте, ребятки, поверьте мне, я его точно переживу. Представляете, да я в такой броне с такими пушками могу просто в центр к зомби вытискать. Здорово, ребят. Так что давайте смотреть дальше. Вау, тут также ещё есть бронежилет. То есть, представьте, ребят, ещё под эту броню спецназа найти ещё бронежилет. Это вообще капец, какой я медленный стал. Но тогда бы меня реально ни одна пушка не остановила ни одного пуля, и было бы всё вообще шикарно. И также, ребятки, фуражка полицейского. Ну, как у того полицейского была, я так понимаю. Да, смотрите, какая классная. Оставлю её себе на память. А чё, как говорится, это же мои подарки от полицейского. Блин, ребят, заценись, какой красивый полицейский сундук, да? Так, чё тут ещё есть? О, также щит, ребята. Кстати, он тоже бы помог полицейскому. Но, к сожалению, у полицейского сегодня ночью не оказался, ребятки, щит. Ну, оно и логично. Не будешь с собой полицейский всегда заскать такой огромный, тяжеленный щит из металла. Офигеть, какой он, ребятки. Это просто жесть. Его можно, смотрите, во вторую руку положить и вот так вот ходить. И всё, как говорится, никто тебе не помеха, ходи вот так вот ту-ду-ду-ду. Ладно, теперь я понимаю, почему его используют полицейские. Так, а это что такое? Дымовая штучка. Ну-ка, давайте проверим. О, офигеть, ребята. Эта штука помогает дезориентировать преступников, представляете, ребята? Тема, конечно, прикольная. Надо было оставить во время зомби-апокалипсиса тема действенная. Так, я тут вижу, ребятки, также декор. Декор для интерьера. И давайте посмотрим. Во-первых, я вижу кровать, ребята. А почему бы и нет? Давайте поставим синюю. Ну и красную тоже вернём назад. Вот, теперь у меня супер длинная кровать. Наконец, ноги не будут свисать. И, кстати, оцените, она ещё под цвет мигалок полиции. Красная-синяя, красная-синяя, красная-синяя. Ну и также вот такая дизайнерская лампа, которую я даже не знаю, куда мне ставить. Потому что у меня не так много места в доме, к сожалению. Слушайте, ну, в принципе, нормально вписалось. Кстати, довольно-таки красиво. Я, наконец-таки, могу не использовать факел, а вот так вот просто просыпаться, засыпать, когда буду включать и выключать её. Так, чё тут ещё интересненького есть, ребятки? И ещё пушечкой. Вау! Тихо! Ребят, помните, я говорил, что вот это вот жёсткая отдача? Так вот, забудьте, вот это вот жёсткая отдача! Это мини-ган, настоящий мини-ган, ребятки. А если вот так вот так, это вообще трэш полный. Вот так точно можно пойти на зомби-апокалипсис. Не-не-не, я точно всех зомбарей отобью. Но погодите, там было что-то ещё. И давайте с вами заценим. О, это я знаю, что это крюк, ребятки. Он помогает забираться вот так вот наверх, смотрите. То есть полицейский вот так вот, хопа. Потом, ну, у меня не получается, потому что я не профессионал. Вот так вот потом, смотрите, хопа. Да ё-моё, сейчас получится. Вот, ребят, сейчас точно получится, смотрите. Опа, всё, залазят в окна, вот так вот выбивают и говорят, это спецназ, это спецназ, стоять, это спецназ. А потом так берут, так, хопа, хопа. Офигенно, конечно, ребят, просто офигенно. И последнее, что тут есть, это... Это что? Я не знаю, что это, но я хочу это поставить. Офигеть. Ребята, я никогда не видел такую полицейскую машину, посмотрите. Это просто офигенная полицейская машина. Ну-ка, дайте-ка я сяду, а можно на неё сесть? Да, ребятки, можно и... Офигеть. Смотрите, сзади пусто, то есть сзади, я так понимаю, сидит спецназ. Они куда-то подъезжают, вот так выбегают. Стоять, 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 стоять. Блин, прикольно, конечно, ребятки. Интересно, очень круто. Полицейские, если вы смотрите сейчас это видео, спасибо вам большое за такие подарочки. Я очень рад, что у меня удалось вам помочь. Не забывайте меня, смотрите мои видео, как говорится. Офигеть, ребята, сколько шум, я теперь всего от полиции. Ладно, бурная, конечно, выдалась ребятки ночка у меня, поэтому я так решил. Я, наверное, пойду ещё прилягу на часочек, другой посплю. А с вами я прощаюсь, с вами был я, Компот. Не забывайте ставить лайки. Всем удачно, спасибо, всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok